Наверное, из русских патриотов мало кто знает, что под началом Наполеона в 1812 году служило порядком 8 тысяч выходцев из Российской империи. Из них даже был создан отдельный русский легион, который вместе с основной армией участвовал в захвате Москвы. Русский легион в армии Наполеона состоял из двух категорий. Первый – это военнопленные, которые так и остались на территории Европы еще со времен войны в 1798-1807 году. А вторая категория – это беглые крепостные крестьяне, которые отправились за бугор в поисках лучшей доли. Интересно то, что ни в первой, ни во второй никто насильственно не заставлял вставать под ружье и идти воевать против бывших хозяев. Более того, почти все они жили в городах Франции и Германии, занимались своим делом, никаких притеснений не подвергались. Сами европейцы относились к ним хорошо. Казалось бы, зачем русским вставать под знамена Наполеона и идти воевать против своего бывшего царя? Ведь делали они это исключительно в добровольном порядке. Что бывшие военнопленные, что бывшие крепостные просто вкусили свободы, если сравнить с жизнью в русской империи. Потому поход французского императора на Россию воспринимался с восторгом. Ведь они перестали быть рабами благодаря европейской системе ценности. В голове щекнуло захотелось освободить весь народ от крепостного рабства. А Наполеон как раз и выступал в роли этаке правителя-освободителя. Когда только Наполеон начал превращать в жизнь свои планы о создании величайшей империи, русское дворянство отнеслось к этому довольно спокойно. Но когда он нацелил свою шпагу на Российскую империю, было уже не до смеха. Наполеона боялись, причем не как грозного и сурового императора, или как непобедимого военачальника. Нет, он пугал тем, что нес захваченным народом свободу, которые не церемонились с представителями предыдущего режима. Поэтому в дворянских кругах француза называли либо Робеспьер на коне, либо начальник гильотины. Александр Тургенев писал по этому поводу еще до начала боевых действий. Бонапарте придет в Россию. Я воображаю бывших крепостных рабов, скачущих и бегающих по длинным улицам Ковским. Боялся возможности революции в стране император. Ведь мощь французской армии была известна. А потому исход противостояния мог решиться в чью-либо пользу из-за малейшей мелочи. Такой мелочи могли стать освобожденные Наполеоном крестьяне, которые получив свободу, наверняка бы стали под его знамена. Понятно, что решить эту проблему Александр Первый мог лишь двумя способами. Первый. Нанести Наполеону поражение вне территории Российской империи. Чтобы французы с их идеями свободы даже шага не могли ступить по русской земле. Второе. Это решиться на отмену крепостного права самому. А после гадать, что произойдет в стране с разорившими дворянами. Но все эти варианты были слишком фантастическими. Настроение императора передалось и его военачальникам. Так генерал Николай Раевский писал в своем дневнике спустя несколько дней с начала войны. Я боюсь прокламаций. Боюсь, чтобы не дал Наполеон вольности народу. Боюсь в нашем крае беспокойства. Еще до войны среди крепостных стали ходить слухи, которые будоражили умы простолюдин. Так одни говорили, что с запада идет император, который дает вольность всем. Подливали масло в огонь и старобрядцы, уверяющие, что Наполеон это царь развей, чье предсказали еще сто лет назад. В апреле 1812 году на стенах нескольких московских домов стали появляться идентичные надписи. Кто-то краской выводил всего одно слово. Вольность. За дело взялась полиция и скоро отыскали виновников. Ими оказались два дворовых мужика, знавшие грамоту. Петр Иванов и Афанасий Медведев. На допросе они хором заявили, что скоро Москва окажется в руках французов. Простой люд получит свободу, а помещиков посадят на жалование. И перед самой войной волнение среди крестьян становилось лишь сильнее. Поэтому некоторые решили не дожидаться триумфального похода Наполеона. И они сами сбегали от своих дворян. Прибивались к различным бандитским шайкам и с их помощью оказывались в Европе. А уж там поступали на службу русского легиона. Учитывая настроение крестьян, а также их отношение к французскому императору, Наполеону и оставалось, что лишь черкнуть спичку, пламя разгорелось бы само. И тогда кто знает, как сложилась история русской империи. Но это не произошло. Интересно то, что Наполеон сам прекрасно понимал все могущество своего положения. Его русский легион и так постоянно пополнялся новыми людьми. А тут он мог вместо одного легиона обзавестись целой русской войском. Уже будучи на острове Святой Елены, в 1817 году Наполеон признался своему врачу. Я провозгласил бы свободу всем крепостным в России и уничтожил бы привилегии дворянства. Это создало бы мне массу приверженцев. Многие историки склонны к тому, что как раз не отменять крепостное право французским императорам. Французский император решил из-за русского легиона. Дело в том, что против Наполеона воевало русского дворянца, который он считал пресвещенными и цивилизованными, знавшие его родной язык. А беглые крепостные напоминали ему дикарей, бедуинов, которые противостояли французам в Африке. Наполеон понимал, что между русским дворянством и крепостным крестьянином огромная культурная пропасть, что последние не готовы к свободе. Простой народ элементарно не будет знать с ней делать. Всему тому же врачу Наполеон заявил следующее. Я мог бы вооружить наибольшую часть населения России против нее же самой, провозгласить свободу рабам. Но когда я узнал грубый нрав русского народа, я отказался от этих мер, которые передала бы смерть, разграбление и самые страшные мукам много семейств. Впоследствии крестьяне, вступившие в русский легион, стали массово дезертировать.